Даниил Спиваковский – российский актер театра и кино, прославившийся после роли в антивоенной драме «Мой сводный брат Франкенштейн». Даниил – педагог театрального мастерства. Спиваковский родился и вырос в самом центре Москвы, неподалеку от патриарших прудов. Отца ему заменил дедушка, Семен Давидович, фронтовик, бывший военный летчик, который не давал спуску озорному внуку. Зато бабушка Людмила Васильевна всячески баловала маленького Даню и прощала все его шалости. А мальчик, между тем, рос хулиганом, и маме не раз приходилось краснеть за его выходки на родительских собраниях. Мама Даниила Алла Семеновна преподавала психологию в МГУ и была заядлой театралкой. Она часто водила сына на спектакли, а когда Дане исполнилось 12, записала его в юношескую театральную студию на Ленинских горах. Но, несмотря на тягу к лицедейству, после окончания школы Даниил решил продолжить семейную династию и стать психологом. При поступлении он не добрал необходимое количество баллов и устроился санитаром в психбольницу. Это был непростой период в его жизни, зато через год он успешно сдал все экзамены и стал студентом психфака МГУ. По иронии судьбы, как раз в это время отменили отсрочку для студентов и его призвали в армию. Спиваковский служил в войсках связи с 1987 по 1989 год. Сначала в украинском городе Щепетовка, потом переехал в Шую. Хотя за эти два года ему, воспитанному преимущественно мамой, пришлось испытать немало неприятных моментов, после одной драки у него до сих пор порой выбивается из сустава челюсть. А армян все-таки вспоминают с теплотой, ведь здесь его научили тактическому умышлению, владению оружием, да и просто закалили характер. Многие из армейских навыков и подсмотренных в годы службы характеров и ситуаций он использует в работе. Например, в собирательном образе инвалида Чеченской войны Павлика Захарова из фильма Валерия Тодоровского «Мой сводный брат Франкенштейн». После армии он вернулся в университет и вскоре подружился с ребятами, которые играли в студенческом театре. Страсть к актерству захлестнула Даниила с новой силой. Он сутками пропадал на репетициях и к концу второго курса решил перевестись в театральный. Вся семья воспротивилась этой затее, но смышленый юноша сделал дубликат аттестата и сумел стать студентом ГИТИСа. Учиться в двух институтах было непросто, но желание стать актером было настолько велико, что Спиваковский успешно справился с этой задачей – учиться параллельно в двух университетах, причем на очном отделении. Еще во время учебы в ГИТИСе Даниил начал играть на сцене театра Маяковского и приглянулся режиссеру Сергею Арцебашеву, который замолвил за него словечко. Сразу после выпускного Спиваковский был введен в основной состав труппы и быстро завоевал любовь и признание искушенной столичной публики. Понимание человеческой психологии помогало ему виртуозно отображать всю гамму чувств и эмоций, переживаемых его персонажами, благодаря чему на его спектаклях всегда царила особенная атмосфера. В одном из интервью Спиваковский рассказал, что после комедии от Себашева «Взрослые игры», где он играл на одной сцене с Ольгой Прокофьевой и Игорем Лифановым, к нему подошла пара, которая, как оказалось, решила пожениться тем же вечером, посмотрев этот спектакль. Ну а критики после премьеры этого спектакля писали о Спиваковском. Легкий, талантливый актер, умеющий своими робкими интонациями изобразить серьезное чувство. Уморительное комичное открытие Арцебашева. В кино Спиваковский стал сниматься еще в 1991 году, появившись в крошечном эпизоде в картине «Мигранты». Через 10 лет, поднабравшись актерского и жизненного опыта, он снова появился на экране в сериале «Моросейка-12». Но настоящая популярность и узнаваемость пришла к актеру после выхода фильма «Тодоровского. Мой сводный брат Франкенштейн», где он сыграл ключевую роль. За эту работу в Спиваковске был отмечен гран-при «Кинотавра». О кинокритике в один голос заговорили о его удивительной способности к перевоплощениям и многоплановости создаваемых им образов. На сегодняшний день за плечами у Даниила Ивановича более 100 ролей в кино и театре, многие из которых были отмечены престижными наградами. С 2007 года он заслуженный артист Российской Федерации. Он часто играет чудаковатых персонажей, гениев, убийц или просто странных людей. Практически каждый сотрудничающий со Спиваковским режиссер видит в нем какую-то чертовщинку. С 2010 года актер занимается преподаванием. Он ведет творческую мастерскую на театральном факультете МИТРО, Московского института телевидения и радиовещания Останкина. В 2018 году он также работал над главной ролью в мини-сериале «Когда солнце взойдет». Также он был занят на съемках 16-серийного детектива «Презумпция невиновности» с Кириллом Рубцовым и Никитой Панфиловым. Спиваковский может похвастаться не только интересными запоминающимися ролями в театре и кино, но и бурными романтическими историями с красивыми и талантливыми актрисами. Его первой женой стала Анна Ардова, однокурсница по Гитису, продолжительница известной творческой династии. Мама Даниила не взлюбила невестку, с которой вынуждена была жить под одной крышей, и через год молодая пара распалась. Следующей избранницей Спиваковского стала Олеся Судзиловская, с которой они прожили несколько лет. После их расставания у актера случился роман с Эмилией Спивак, но и эти отношения закончились ничем. На 37-м году жизни Даниил наконец встретил женщину своей мечты – 18-летнюю стюардессу Светлану. Актер влюбился в девушку с первого взгляда, но знал только ее имя и номер рейса. Около месяца он передавал на борт записки, надеясь, что рано или поздно она дойдет до адресата. И, наконец, спустя еще пару месяцев они встретились. Через полгода после знакомства Даниил отвел Светлану в ЗАГС. С детьми и супруги тоже решили долго не тянуть. И сейчас воспитывают дочку Дашу и сыновей Даню и Андрюшу. «С годами мы с женой становимся лишь ближе», – признается актер. Сейчас Даниил Спиваковский преподает актерское мастерство в Институте театрального искусства Иосифа Кобзона. Однако и о работе на экране он не забывает. В 19-м году актер появился в эпизодической роли врача в фильме «Миллиард» с участием Владимира Машкова и Александры Бортич, а также в роли Старцева в сериале «Горе от ума». В съемках вместе с ними приняли участие Павел Прилучный и Мария Кожевникова. В сериале «Подольские курсанты» он сыграл инженера Углова, снявшись вместе с Евгением Дятловым и Сергеем Безруковым. А в фильме «Комета Галея» исполнил роль Мухина. В съемках также поучаствовали Лия Хиджакова и Анна Михалкова. В 1921 году вышло сразу несколько проектов с участием Спиваковского, в их числе фильм «Казнь» и сериал «Фронтовая любовь». Интересно то, что в юности Даниил играл в футбол и сейчас, несмотря на плотный график, следит за событиями в этом виде спорта как зритель. Но если удается выделить время, он охотно участвует и в других командных играх. Это позволяет оставаться в форме. Вес Спиваковского около 76 килограмм при росте 180 сантиметров. Артист любит читать. Среди его любимых авторов русские классики Пушкин, Гоголь и Достоевский.